В данном уроке мы поговорим про PBR-материалы, рассмотрим из чего они состоят, из каких карт, для чего это нужно, как использовать это и конечно же мы создадим свои собственные материалы либо с нуля, либо на основе каких-то уже фотографий. Что такое вообще PBR-материал? Это физически корректный рендер, то есть на основе вот таких вот материалов обеспечивается физически корректный рендер. Можно открыть википедию, почитать, что это такой вот метод, переводится он в physical-based rendering. Вот, допустим, тут какой-то пример имеется, не самый лучший, но посмотрим. Значит, что у нас есть тут? Рельеф, металлическая поверхность с рельефом, свойства отражения есть, есть царапины, есть грязь. Ну, вот такого вот плана материал. Он создается из стандартного набора карт. А каких именно карт? Ну, мы с вами поговорим более детально чуть-чуть позже. Давайте перенесемся на CGTrader и посмотрим, что здесь в поиске. Даже есть такая вот функция. Можем выбрать именно только PBR-материалы. Они уже несколько лет рекомендуют использовать эту технологию и те материалы, которые, те модели, которые имеют PBR, они лучше продвигаются. Поэтому, как бы, рекомендуется использовать. Ну, вот, если зайти в какую-то модель, посмотреть, что они обычно показывают, ну, вот, какие туда входят карты. Ну, допустим, вот дерево такое, да, для low-poly дерева, как я понимаю. Да, то есть это для движка какого-то можно использовать. И там идет вот стандартный набор текстур. Что туда входит? Roughness для шероховатости, для создания, то есть, либо глянцевой поверхности, либо шероховатой поверхности. Вот используется такая карта Roughness. Есть аналог карта Glossness. Roughness и Glossness – это аналогичные карты, только инвертированные. То есть, если взять Roughness, инвертировать, получится Glossness. И наоборот. Собственно, это два метода. Есть метод, построенный на Glossness. Допустим, в старых материалах короны используется Glossness, а в новых физических материалах используется Roughness. И также в Авре используется Roughness. Вот. А далее у нас идет карта нормали для создания какого-то мелкого рельефа. Дальше идет базовая текстура. Обычно она называется либо Color, либо Albedo. Diffuse тоже называют, но Diffuse – это немножко другое. Diffuse – это когда могут присутствовать там тени какие-то. А вот Albedo – это когда взяли оттуда, вытащили тени, условно говоря, и влияние освещения. То есть, подредактировали так цветность этой текстуры. Следующая карта – вот она, такая черно-белая, явно выраженная, с тенями внутри каких-то щелей. Это называется карта Ambient Occlusion. Она тоже для таких глубоких теней, для какой-то микродетализации именно за счет освещения. Вот она добавляет. То, что не может добавить глобальное освещение, вот эта карта как бы добавляет какие-то детали. Ну и, собственно, карта Displacement – вот она такая серая, серенькая, объемная. При помощи нее можно выдавливание осуществлять. То есть, делать такой вот именно рельеф, как на дереве, рытвенный прям такие, да, вкладку кирпича можно делать, ну и многое другое. Карта Нормали у нас создает более мелкие детали. Раньше была карта Bump, она сейчас реже используется, но она может использоваться как дополнение к карте Нормали. Ну вот так немножко теории. Давайте перейдем уже к практике. Друзья, сейчас прошу вас подписаться на канал, поставить лайк, нажать на колокольчик и обязательно написать под видео какой-то комментарий. Это поможет новым выпускам. Вы также можете помочь каналу финансово. Приберите одну из моих 3D-моделей. Ссылочку на 3D-модели я оставлю в описании к данному видео. И еще одна интересная новость. Я запустил сайт по своим курсам. Сейчас сайт работает в тестовом режиме. Можете перейти по ссылке в описании и посмотреть всю необходимую информацию. Здесь представлены мои работы, информация по курсам и многое другое. В скором времени появится магазин, в котором можно будет приобретать плагины и лицензии на различные программы. Вот, к примеру, в блендере открыл я модель Сакуры. Вот запускаю интерактивный рендер. Видим, что все настроено. Материал настроен, освещение настроено. И все это сделано при помощи вот этих вот PBR-материалов. Если заглянуть в материал, то мы видим вот базовый бас-колор, рапнос, свойства отражения, нормал мэп и так далее. Точно такие же карты мы можем подгрузить и в 3D-макс. Вот, в 3D-максе моделька. Значит, рендер корона. Если я пипеткой вытаскиваю материалы. Ну, видим то же самое. Диффуз, рефлект, глоссность, бамп. Это нормал. Но об этом мы еще более детально поговорим в следующих уроках. Как это все собирать, как это все настраивать и как это рендерить. А сейчас мы будем говорить о том, как создавать такие карты. Есть такой сайт Polyheaven. Он, прежде всего, известен своими HDR-картами. Может, вы уже знаете про него. Здесь можно скачать HDR-карты. Карты абсолютно бесплатно использовать для рендера. Но также тут есть текстуры и 3D-модели. Вот текстуры можно использовать для ваших 3D-моделей в архитектурной визуализации. И, по-моему, даже они позволяют использовать для стоков. Но нужно именно писать, что вы взяли отсюда. Я хочу просто открыть вам, показать. Допустим, вот текстура кирпича. Что здесь входит? Ambient Occlusion, Color, Normal. Аэродисплейсмент, это Roughness. Вы можете скачать. И, собственно, они подают 1К, 2К, 4К и 8К качество. Здесь можно указать формат, там, PNG или JPEG. Выбрать и скачать архив. Посмотреть, как это устроено. Я наиболее часто создаю сам текстуры. При помощи Substance Semplers. И сейчас мы о нем поговорим. Можно его использовать на основе фотографии. То есть берете какую-то готовую фотографию. И используете как входной материал. Либо абсолютно с нуля можно делать материал. Итак, после того, как вы запустили эту программу, мы нажимаем на Great New. То есть создать новый проект. И у нас открывается программа. Сейчас бегло рассмотрим ее интерфейс. Помимо этой программы, есть еще основные программы Substance. Это Substance Painter, Substance Designer. Пейнтер это мы красим по модели. Тоже можно какие-то материалы создавать. И красить модель при помощи них. А есть Substance Designer. Это программа, в которой непосредственно вы создаете материалы. Там нодовая система. И вот материал абсолютно с тут нуля можно создать. А что же такое Substance Sampler? Он создан именно для, наверное, наиболее часто для архитектурной визуализации. Когда у вас есть какая-то базовая текстура. И вы хотите сделать из нее классный материал. Или на основе какого-то материала сделать дополнительный материал к проекту. То есть это, наверное, больше для визуализаторов. Ну, соответственно, мы применяем для 3D-стоков. Создаем модели, текстуры для моделей. Итак, здесь у нас есть окно 3D, где мы можем вращать наш примитив. Здесь 2D-окно. Здесь мы можем поменять в любую минуту разрешение, которое нам нужно. Задать, да. Там 1К, 2К, 4К. Почему вот именно вот такие вот в 1024, 2048, 4096. Это пошло из игровых движков. Оптимизированный как бы размер пикселей. И он наиболее лучше как бы просчитывается. Вот поэтому мы можем выбрать. Именно такие варианты. Мы можем нажать на вот этот замочек и, допустим, выбрать другое соотношение пропорций. Ну, допустим, 2048 на 4096. То есть делать прямоугольный, а не квадратный. Но наиболее часто используются квадратные. Значит, здесь еще у нас отображаются режимы 3D и 2D. Только 3D. Только 2D. Ну, здесь будет дальше отображение. Позже покажу. Справа здесь все настройки, все фильтры, которые будут. Также здесь экспорт моделей. Слева у нас тоже дополнительные функции. Они дублируются, может и тут находиться. Но что самое важное, здесь настройки View Settings. То есть настройки View Port. А здесь мы можем использовать, как видите, различные примитивы. Цилиндры, боксы, какие-то ткани. Вот такого плана, такого плана. Иногда очень удобно. Так, чтобы это закрыть, нажимаем сюда, потом сюда. Далее у нас есть себе библиотека какая-то здесь стандартная. И сюда же они закинули фильтры. Но эти же все фильтры здесь есть в слоях. То есть мы это можем сюда добавить. Далее. Так. Вот здесь у нас есть в Environment HDR-карты различные. То есть мы их можем менять. Там студийный рендер для студийного рендера свет. Уличное освещение. Ну, с различными оттенками. Ну, чтобы мы могли видеть, как смотрятся наши материалы в различных ситуациях. Пока верну вот этот студийный вариант. Можно здесь вращать вот эту HDR-карту. И смотреть HDR-карту, смотреть с разных углов. Можно настраивать, загружать вот через Load свою HDR-карту. В общем, достаточно просто здесь все устроено. Так. Ну, здесь инструменты crop, обрезать, выравнивая перспективы, штамп. Ну, как я уже говорил, все здесь есть дополнительно. А здесь во viewport у нас отображение displacement, тайлинга. Это количество повторения текстур, отбрасывание теней. Там настройки камеры и так далее. Ну, что ж. Давайте выберем примитив. Плоскость пока. И создадим какой-то простой материал. Переходим в библиотеку. Можно взять вот такой вот материал Mood. При помощи него можно создать такую вот землю. Значит, перетаскиваем просто вот сюда. И материал добавился. Вот. И здесь у нас справа есть настройки. Видите, этот слой отображается как слой. Точнее, этот материал как слой. А сверху уже можем что-то добавлять. Соответственно, мы можем менять разрешение, как я уже говорил, при необходимости. И вот здесь пишется, что какое разрешение имеет вот этот наш материал. Random Seed. Соответственно, генерируем процедурные различные варианты. Цвет можем выбрать. Более темный сделать. Серый и так далее. В общем, любой вариант. И какие-то дополнительные настройки. Вот эти материалы, они созданы при помощи Substance Designer. И мы можем, собственно, дизайнера сюда что-то добавить, если это надо. Так. Ну и, собственно, какие-то тут есть настройки цвета дополнительные. Dirt. Это у нас Roughness. Это для отражения. Вот такая вот глянцевая. Более матовая поверхность. Там у нас есть вкрапления камушков. Тоже их можно редактировать. Ну что ж, оставим пока так. Добавим сверху... А, это все какие-то дополнительные параметры есть. Ну там контраст. Ну, если более глубоко нужно настроить. И из библиотеки я добавлю еще один слой. Это снег. Просто перетаскиваю вот сюда. И здесь вот справа у нас добавляется вариант. Слои, точнее, дополнительные. А вот здесь мы можем редактировать смешивание этих слоев. Также у нас есть варианты дополнительные какие-то. В каком режиме оно должно работать. Так, я верну на High Plant. И здесь вот в этом материале снега тоже есть преднастройки. Три варианта. Ну, допустим, более такого вот. Возьмем следы каких-то животных. Можно random сделать. Сгенерировать. Далее поменять цвет. Голубой на более серый поставлю. Вот такой вот вариант. Тоже какие-то дополнительные настройки. Там настройки камушков. Дальше следы. Точнее, твик это веточки упавшие. И вот эти вот следы, да, животных. Ну, и всякие дополнительные настройки. Roughness. Это более глянцевый, более матовый вариант. И самое важное, наверное, настройка, настройка смешивания. Это находится вот здесь. Мы вот сюда переходим. Параметр offset отвечает вот за, как раз за вот это вот. Ну, это как бы смешивание, но это на самом деле просто влияние слоя на слой, да, вот этого снега. То есть увеличим offset, соответственно, больше снега. Вот практически полностью везде снег уменьшаем. Соответственно, такие вот участки без снега у нас появляются. И появляется нижний слой, который находился. Ну, там, контраст, чтобы делать более такие плавные переходы. Blend opacity. Вот. И вот таким вот образом мы создали материал. Его уже можно сохранить, его уже можно использовать. Вот если здесь в 2D режиме перейти, посмотреть, сейчас отображается базовая текстура. Вот он, bass color. Далее, карта нормали показывается. Карта roughness, metallic, он черный, потому что это не металлический материал. Далее, height для выдавливания геометрии. Ambient occlusion для детализации. Opacity тут нету, да, потому что мы не использовали. И specular level, это интенсивность отражения. Если roughness у нас за глянцевость, за шероховатость отвечает, то specular level, это тоже как бы интенсивность. Тоже можно редактировать свойства отражения. Иногда удобно переключаться в режим, ну вот такой вот объекта, чтобы смотреть, да. Отражение под каким-то другим углом. Вот такой вариант. Также у нас есть параметры отображения тени. Так, вот, вот сюда нажать, то это будет отбрасываться тень. Ну, он немножко притормаживает и такой вот эффект дает. Ну, когда глубокий объект, какой-то кирпичная накладка и что-то еще, нужно увидеть рельеф, то тени иногда я включаю. Так, верну отображение плоскости. Вот здесь тайлинг. По умолчанию текстур тайлинг стоит 2. Можем уменьшать, там единицу поставить, либо наоборот, там, допустим, 4 поставить. И видно, как текстура повторяется. Соответственно, можно с ней в таком режиме работать. И настройки дисплейсмента, ну, это настройки дисплейсмента как бы в материале, то есть не в самой текстуре, да. Вот если я перейду на High карту и буду менять дисплейсмент вот здесь, то есть интенсивность увеличивается, но карта не меняется. Это как, это просто для отображения во вьюпорте сделано. Ну, и качество дисплейсмента тоже здесь. То есть, как сохранить проект файл, сохранить как, указываем куда и в формате собственности оно сохраняет. Как сохранить непосредственно карты? Мы переходим вот сюда, экспорт, далее экспорт АС, далее называем материал, допустим, сноу. Указываем, куда мы будем сохранять на диске. Здесь материал сеттингс. Так, давайте, да. Материал сеттингс мы выбираем формат. Это может быть JPEG, PNG, PRESET. Это для разных движков, как вы видите тут, ну, даже редшифт, там корона есть и так далее. Но я вручную выставляю, каким мне необходимо. Ну, допустим, channel to export, то, что я буду экспортировать, я ставлю базовый цвет, карта нормальный, roughness, specular, glossness, то есть и glossness и roughness. То есть, если кому нужно будет, они возьмут ту карту, которая необходима в архиве. Карта high, ambient occlusion, то есть это основные карты. Есть всякие дополнительные, там, opacity, карта metallic и так далее. Но это уже более расширенный вариант. Вот это вот базовый. Если нажмем экспорт, соответственно, материалы сохранятся в виде карт. Точнее, материал сохранится в виде карт. Итак, вы можете сохранить, сделать экспорт. Далее рассмотрим еще несколько интересных материалов. Так, я выберу вот такой вот объект. Так, файл, не проект, не сохраняю, так. Значит, рассмотрим еще один вариант стандартный, из библиотечной, допустим, ткань. Так, отображение таллинга. Поставлю вот такое. Соответственно, можно сделать какую-то ткань для дивана, там, еще что-то. Базовая текстура выглядит вот таким вот образом. Есть преднастроенные различные варианты. Параметры выбора цвета, металличности, прозрачности. Можно добавить еще слой какой-то, добавить какие-то свои узоры. В общем, тоже сделать. И, соответственно, все карты нормальные, карты Ravness, они тут присутствуют. Можно экспортировать и использовать. Тоже посмотрите, поковыряйте, обязательно сохраните. Потом мы будем какую-то, наверное, ткань, попробуем создать материал ткани в 3D Max и при помощи Corona Render. Так, хорошо. Давайте сделаем новый файл. Плоскость. Здесь еще у нас имеется, ну, всякие вот такие вот планы атласы. Там листья. Вот, допустим, вот атлас с листьями. Выглядит он вот таким вот образом. Не буду тут детально углубляться. На самом деле вот. Так, это просто как материал оно сделано, но тут есть функция как бы атласа. Так, сейчас styling поставлю один. То есть, грубо говоря, мы можем добавлять одно изображение за другим и раскидывать, допустим, листики на одну текстуру. И потом из этого получается такой вот атлас. Дальше мы уже можем использовать, как нам это необходимо. То есть, просто я как пример показываю. Ну, допустим, металлическую хочу создать поверхность какую-то. Вот, беру вот такой вот металл. Такая полированная поверхность. Смотрю, как выглядят текстуры вот эти все карты. И в настройках можно редактировать вот эти все параметры бликов. Отражение и так далее. То есть, и эти карты уже загружены, допустим, в 3D Max или Blender. В основном, конечно, карты металла, золота в самом материале, допустим, в 3D Max настраиваются. Но иногда, когда нужны какие-то полосочки и определенные настройки, то используются карты. То есть, варианты интенсивности вот этих полосок. Density, это плотность вот этих вот шероховатостей и так далее. Удаляю этот слой. Теперь еще какой-то вариант. Допустим, пластик. Здесь есть вариант. Пластик, пластик. Давайте керамику, может, попробуем. Так, это что у нас? А, не это какой-то мрамор. Тоже преднастроенные варианты есть разные. Вот такие вот интересные. Можно цвет поменять. Допустим, материал золота. С различными оттенками. Так, а где пластик? Вот пластик черный. Добавляю. Ну, тут варианты есть. Вот такая вот шероховатость. Темный пластик. Все эти цвета можно менять. Так, здесь вот такой вот. Разный вариант рельефа. Ну, вот я выберу вот такой вот желтый. И хочу показать, как, допустим, добавить такие вот элементы грязи. Значит, переходим вот сюда. В слой мы можем добавить. Здесь называется этот Dirt. Вот он. Грязь Dirt. И, собственно, здесь тоже отсюда можно добавить. То же самое. Так, рэндом. Пока не видно, но оно как бы затенило. Внутри, да. Но нету какой-то интересной, да, грязи, которую бы хотелось бы. Куантифи это получается заполнение. Некое. Вот тут вот если Dirt Mode выбрать два метода. И пятнами, и с затенением. То, соответственно, нажимаем рендер и появляются разные пятышки. и квантифи. Соответственно, я поднимаю значение, и получается вот такой вот грязный у нас пластик, да, больше похоже на какую-то краску. Так, удаляю. И это удаляю. Далее можно рассмотреть еще материал дерева. Допустим, вот такой вот. Можно поменять цвет. так, и цветовые вариации делать. Редактировать вот эти все полосочки. Дополнительные технические параметры для расширенного варианта. вот более темные можно сделать. Более контрастные. Интенсивность рельефа менять. В общем, и так далее. То есть, получите вот такое вот интересное дерево. Как вы видите, у программы достаточно большие возможности. Хотя, при том, что все достаточно просто, интуитивно и понятно. Есть, конечно, специфические фильтры, где нужно повозиться. Допустим, когда нужно настроить бесшовность текстуры, подогнать плитку. Вот там вот есть моменты. Мне не очень нравится, как это работает. Здесь, конечно, еще, если учесть, что можно создать материал, сюда его загрузить. и потом комбинировать как-то, то это, в общем, интересно получается. Ну, конечно же, наиболее интересно это сделать, взять какую-то свою фотографию, из нее сделать текстуру. Какую-то уникальную, которую повторить очень сложно. Попробую вот на таком вот дереве сделать. Здесь текстура прямоугольная, но обычно для повторяющихся текстур используется квадратный формат. Это можно обрезать в фотошопе. Можно бесшовность сделать тоже в фотошопе. Можно сделать в, опять-таки, Substance Sampler, вот здесь. Но мне не сильно удобно. Я использую вот такую программу, Pixplant. Есть более новые версии, я использую третью. Новые, очень продвинутые. Но вот я пока старую использую. здесь мы нажимаем Great Talent Texture From Image, указываем разрешение, нажимаем ОК, подгружаем текстуру. Причем здесь не сильно важна пропорция. Он автоматически начинает бесшовность сделать. В отличие от Substance Sampler, там вот есть моменты. Итак, я загрузил вот сюда текстуру, вот эту, и автоматом она делает ее бесшовную. Да, то есть, она повторяется, как бы, и шва не видно. Так, как выйти, Escape. Соответственно, здесь мы можем нажимать Generate, и каждый раз она генерируется, и можем, нужный нам наиболее подходящий вариант выбрать. Также по ширине и по высоте у нас есть в процентах соотношения, и, соответственно, здесь мы можем мельче делать, и можем делать крупнее. Также, если мы видим, что какой-то элемент повторяется, мы можем в ручном режиме работать, Select, то есть, выбрать нужный Pattern, и с ним уже работать. Также дополнительно в Paint Tool есть функция, ну, собственно, как в Photoshop можно при помощи штампа что-то убрать, заблюрить, и так далее. Ну, допустим, я выбрал штамп, указал там размер кисточки, вот, и хочу спрятать вот там какой-то сучок, который повторяется, допустим, вот этот повторяется. Пристреливаюсь я Alt, вот Alt, и ставлю точку, да, вот крестик, откуда будет браться, и вот таким вот образом я это прячу, то, что мне нужно. В общем, здесь она интуитивно понятна, быстро все работает, немного сложнее, соответственно, когда есть плитка, нужно подогнать, вот, нож, если что-то нужно быстро сделать, то здесь очень удобно. Далее, просто нажимаю сохранить, и сохраняю, допустим, там, это уже у нас зовут, там, fix, сохраняю в JPEG, и уже могу в Substance подгрузить и использовать. Так, значит, новый проект, ставлю отображение плоскости, перетаскиваем полученную текстуру бесшовную прямо вот сюда, в окно, и у нас спрашивают, что мы хотим сделать, иметь что Material и и провод, то есть, это вариант с искусственным интеллектом обработкой, что он делает, он понимает какая-то примерно текстура, какой-то рельеф, ну, к примеру, кирпич, он сделает швы автоматически, если это кора, дерево, соответственно, тоже будут углубления, ну, и так далее, то есть, он понимает примерно по фотографии какая-то поверхность. Второй вариант, Bitmap to Material, то есть, создать обычный, простой материал, и еще несколько вариантов, это если у вас есть уже карты готовые, вы можете собрать из них материал, что-то редактировать, а можете просто работать с изображением, то есть, использовать просто как обычный Bitmap. Здесь мы выбираем разрешение, ну, и по умолчанию тут еще можно добавить, допустим, базовый материал, добавить или нет, добавить инструмент crop, сделать upscale, указать, к примеру, физические размеры вот этой вот фотографии, ну, собственно, все здесь можно добавить справа через вот эти вот слои, через фильтры. пока я выбираю стандартный вариант Bitmap, то Material, а с искусственным интеллектом мы рассмотрим позже. Итак, выбрали, указали размер, нажимаем Import. Итак, добавили нашу текстуру, получается автоматом вот такой вот рельеф, значит, справа в слоях у нас базовый материал, скан вот этот, наша фотография, и сам вот этот Image to Material, все настройки здесь находятся, вот, сейчас позже о них поговорим, значит, тут есть базовый материал, что с ним можно делать, сейчас его так наверх его подниму, чтобы он был верхним слоем, вот, и если он когда стал верхним слоем, здесь уже мы можем смешивать, да, с предыдущим материалом, здесь можно, вот, в настройках самого материала, там, выбрать какие-то пресеты, здесь тоже настройки, там, металличность есть, прозрачности, отражение и так далее, здесь вот в режиме, это режим смешивания слоя, ну, и там различные настройки, ну, по сути, вот этот базовый материал можно вообще убрать, и дальше работать просто с Bitmap to Material, значит, что у нас Bitmap to Material, автоматически определил базовый цвет, далее, карта нормальная, отражение, металличность, она черная, не отражает, то, чтобы объект не металлический, но если здесь в настройках мы выберем не диэлектрик, а металлик, соответственно, будет поверхность как бы металлическая, и вот эта карта меняется на белый цвет, возвращая диэлектрик, далее, карта High, карта высот вот этого дисплейсмента, далее, Ambient Occlusion для мелкой детализации, опасности, мы маску не использовали, поэтому никакого опасности тут у нас нет, далее, Scan, это сама вот эта вот фотография, ну, вот, собственно, все вот эти базовые материалы, базовые карты, так, перейдем к настройкам, иметь, что Material, тут все, в принципе, более-не-менее просто, значит, Surface Scale, так, я в карту нормали переключусь, а Surface Scale в сантиметрах примерно определяет, значит, размер поверхности и влияет на карту нормали, да, вот мы видим, далее, тоже, карта High Scale, это тоже влияет на карту нормали, но на вот эту, как бы, микродетализацию, да, тоже здесь по умолчанию в сантиметрах они пишут, но указано 3, если ставить меньше, соответственно, рельефа будут меньше, вот эти две настройки не влияют на карту High, то есть, как ни крути, здесь сам Displacement не меняется, меняется только как бы карта нормали, а вот настройки High, они чуть ниже расположены, здесь есть несколько вариантов, как бы, не совсем понятно, да, что они с собой представляют, но, как бы, там подписано, можно поизучать этот вопрос, вот больше интересуют вот эти параметры High, Detail Scale, значит, крупные, средние и мелкие, крупные, допустим, уменьшили, Medium, там уменьшили, и Small, уменьшили, получаем вот что-то вот такое, сам рельеф, мы можем вот здесь редактировать, то есть, снижая, да, вот эту карту выдавливания Displacement, ну, как бы, если в материале меняли уровень, на котором мы выдавливаем, ну, и можем там себе настраивать, как нам это надо, уменьшаем на 7, либо увеличивая параметры, далее, карта Roughness, либо глянцая, либо более матовая поверхность, и вариации, то есть, вариации бликов тоже можно менять, ну, и карта Ambient Occlusion, а точнее, настройки для карты Ambient Occlusion, вот у нас Ambient Occlusion, и, собственно, здесь можем менять радиус, тем самым тоже определять детализацию, ну, в общем, вот такой вот вариант, я наиболее часто пользуюсь вариантом с искусственным интеллектом, а этот вариант подойдет для каких-то простых, простых поверхностей, там еще с листиком покажу пример, давайте попробуем еще один пример с этим же вариантом, но с кирпичной кладкой, вот, допустим, кирпичная кладка, значит, перетаскиваю вот сюда, Image to Material, так, Import, вот, видите, оно практически нам не определило, где швы, то есть, если перейти, допустим, в карту High, для High у нас, конечно, есть кнопка Invert, инвертирование, но как-то уж очень, ну, оно определило, но как-то плохо, то есть, швы считаются невнятным, сейчас покажу несколько нужных инструментов, это Crop, Transform, Clone, Штамп, в общем, не находятся здесь, можно их так же, как слой, добавить, значит, загрузил вот такую вот текстуру, Talin, Talin, поставил единичку, переходим вот сюда, и обрезаем это изображение, можно поверх, Image to Material, можно снизу, то есть, при необходимости, разные случаи было, так, ну, что ж, нажимаю Crop, по умолчанию он добавляется сюда, расположу его вот здесь, вот, ниже, и вот этот вот Crop, он позволяет просто выбрать вам нужную область, с которой вы будете работать, вот, собственно, мы выбрали вот эти два листика, да, при необходимости, так, Shift, нажимаю, вот так, извините, вот, вернусь кеме, что Material, и видим, что уже, вот если в базу Color, мы переходим, то мы видим, вот такой вот уже обрезанный вариант, соответственно, мы можем Upscale сделать этого изображения, добавить слой, значит, называется он Upscale, так, продолжаем, располагаем, допустим, перед Image, что Material, ну, кстати, до 8К может делать, но непонятно, если на выходе 4К, Export, 8К дает, ну, хорошо, так, значит, вот мы Upscale, нет, еще думает, крутится, немножко такой ресурскаемка этот процесс, да, вот, он как бы улучшает качество изображения, его увеличивает, на самом деле, я задействую программу Topaz с Gigapixel, для этих целей, да, она намного лучше, быстрее справляется, так, значит, Upscale сделали, crop сделали, далее, если у вас было какое-то искажение перспективы, можете добавить перспектив трансформ, и задействовать, вот эти вот точки, убирать искажения, ну, в данном случае я их добавляю, да, вы можете так убрать искажения перспективы, так, убираю, да, этот слой, далее, crop был, transform, transform нам позволяет, так, сейчас, пилот, значит, Upscale я, наверное, тоже удалю, чтобы он нам не мешал, вот, transform слой позволяет, соответственно, делать такие вот манипуляции, да, он случайно, как бы, тайлится, то есть, повторение, получается, также мы можем еще и разворачивать, ну, так же мы можем еще и разворачивать, в общем, вот такая вот функция, transform, так, и удаляем, и есть еще наш клон штамп, всем известный, в фотошопе, да, вот его кидаю сюда поверх, иначе, то материал, хотя можно и снизу, тоже, опять-таки, зависит от ситуации, ну, и хочу, допустим, убрать какой-то участок, замаскировать его, так, control, я пристреливаюсь, вот сюда, беру отсюда, и рисую, так, размер кисточкой, поставлю чуть поменьше, вот, ну, и как-то он замаскировал, да, здесь threshold, параметры есть, вот эти threshold, наш, далее, параметр smoothness, размывать, там, параметр blur, вот, вот так вот работает клон штаб, точек может быть много, и он еще покажет штамп 1, то есть он их, как бы, добавляет, то есть следующий добавить, здесь будет штамп 2, и так далее, а мы возвращаемся к нашему материалу, дерево, только возьмем не эту текстуру бесшовную, которую создавали, а возьмем вот эту, с ней попробуем поработать, сделать ее бесшовную, сделать из нее красивое дерево, красивый вариант паркета, и так, перетаскиваю я, в substance, сэмплер, на этот раз выбираю, и мы что материал, и, с искусственным интеллектом, могу задать пропорции, какие мне нужны, я могу даже выбрать, не квадратно, там, а, допустим, прямоугольное изображение, ну, я выбираю, допустим, квадратное, 4К, значит, базовый материал я отключаю, не надо, остальные функции тоже не надо, нажимаю, импорт, вот он мне, значит, создает, сейчас, материал, немножко подзадумался, этот, имечный материал работает, медленнее, нужна неплохая видеокарта, с RTX, функция, и так, что-то произошло с нашей текстурой, смотрим базовый цвет, выглядит не очень внятно, но давайте перейдем к настройкам, и так, базовые параметры, категория, она определила Ground, на самом деле у нас не Ground, не земля никакая, и не керамика, и не кожа, и не металл, а вот мы должны выбрать вариант Wood, да, то есть, если это какая-то другая поверхность, вы можете пощелкать, поработать, но иногда, допустим, тоже подойдет камень, для какой-то поверхности, в общем, поэкспериментируйте, но в данном случае я выбираю Wood, и смотрим, что вот очень даже неплохо выглядит, то есть, наш скан, так, базовый цвет, смотрим во вьюпорте, что у нас, в общем-то, неплохо, блики неплохие, неплохой рельеф, видим, что текстура повторяется, видны швы, сейчас мы это уберем, но пока не об этом, давайте посмотрим, итак, у нас есть геометрия, да, детали геометрии, микро детали, средние детали, собственно, это все можно подредактировать, и крупные детали, давайте минимизируем, так сказать, рельеф, потому что, вот, сделал примерно вот такие вот настройки, которые вы сейчас видите, то есть, минимизировал весь рельеф, но, если посмотреть по бликам, да, то какой-то микрорельефчик у нас имеется, вот, можно там даже увеличить при необходимости, карта нормали, то есть, так, не очень читается этот микрорельеф, сейчас чуть больше сделаю, о, вот теперь вот читается, так, хорошо, далее, я могу поработать с ambient occlusion, если там были какие-то углубления, то есть, я могу убрать, вот, эффект дневного, да, освещения, далее у нас настройки, либо матовая поверхность, да, мы определяем, либо shiny, блестящая, так, давайте выберем shiny, и уже потом настроим параметры roughness, и так, выбрал shiny, вот появился вот такой вот блеск, так, и, я еще крупный рельеф уберу, средний нера тоже уберу, вот так вот, ну, вот теперь то, что нужно, то есть, в режиме shiny, да, мы можем даже что-то заметить, то, чего не видели, уже, кстати, кажется, что и рельеф, микро рельеф, достаточно крупный, получился, поэтому, чуть-чуть этот параметр уменьшу, наверное, оставлю вот так, все, далее, roughness, roughness, мы можем, здесь, соответственно, bass valley у нас отвечает, за более глянцевую, за более глянцевую, либо более матовую поверхность, вот, можно как-то вот так оставить, в таком варианте, и есть параметр variation, то есть, вот variation меньше сделал, и такое вот разнообразие бликов у нас исчезло, то есть variation делаю больше, соответственно, оно интереснее бликует, вот как-то вот так, ну что ж, оставляю вот в таком вот варианте, смотрится неплохо, можно перейти в режим отображения, на другой поверхности, посмотреть, как оно смотрится, можем на сфере посмотреть, на сфере лучше всего заметны блики, особенно смотрю вот на вот эту, часть, хорошо, давайте поработаем с нашей, вот этими швами, здесь у нас есть несколько функций, есть режим ручной тайл, мы когда будем кирпичную кладку делать, там более подробно, да, я расскажу, а сейчас покажу, инструмент называется, он make it tile, make it tile, что он делает, он работает со швами, в таком вот автоматическом режиме, скажем так, вот он определил область, да, и определил такую рамку, да, при помощи которой, он эти швы убирает, и так у нас есть параметр, трешилд, смузнос, и контраст, это эти параметры основные, которые мы сейчас будем задействовать, значит, параметр трешилд, собственно, вот он определяет, как бы, границу вот этой вот рамки, ну, поставим примерно, ну, вот так, 0,9, да, параметр смузность, но мне интересует сейчас параметр, контраст, вот, этот контраст нам позволил, вот, если тут хорошо видны швы, сейчас вот сюда перейду, да, то если он на единице стоит, то вот так, если уменьшаю, оно размывает, ну, и параметр смузность, тоже что-то он делает, так, сейчас посмотрим, ну, он как бы делает такие вот, неравномерность, да, смузность, смузность, допустим, 16, да, смузность, маленькое значение, выглядит вот как такими вот волнами, так, ну, и контраст уменьшу, допустим, как-то вот так, 0,3 поставлю, ну, вроде, что-то получилось, да, вот, повторяемость, в принципе, не видна, можно поиграться с этими настройками, посмотреть, чтобы на приближении, на самой текстуре, на базовой текстуре, не было видно швов, так, есть еще параметр, color equalize, color equalize, что он делает, он сводит все к единому, так сказать, цвету, то есть, если уменьшаем, получается вот так, увеличиваем, то есть, ближе к основной текстуре, такой же у нас отдельно есть фильтр, если это нужно, далее, есть advanced parameters, можно поковырять, посмотреть, какие-то параметры инвертирования, параметры сдвигов, ну, для более тонкой настройки, так, далее, у нас есть такой инструмент, называется он паркет, с помощью него, мы, соответственно, и будем паркетную доску создавать, ну, есть, допустим, brick, вариант тоже, для кирпича, там, для плитки какой-то, нас интересует вариант паркет, и так, паркет, здесь pattern, да, нам нужен паркет, даже вот есть для кладки, такой вот, для булыжника, тут есть, так, выбираем паркет, вот, разбила на кусочки, на такие, обращаю внимание на параметры tile, во вьюпорте, стоит 2, хорошо, оставляю так, далее, есть параметры random, он рандомизирует, вот это вот, кусочки, которые он берет, параметры x amount и y amount, то есть, количество, ну, вот этих вот, линий, да, но я уже вижу, что у нас текстура, лежит не должным образом, ее нужно развернуть, поэтому перед паркет, мы, задействуем transform, вот, выбираем transform, он кидается сверху, а нам надо перед паркетом, поэтому слой этот, смещаю сюда ниже, далее, перехожу в advanced parameters, ну, тут есть какие-то, а все ты, да, сдвиги, нас интересуют, вот здесь, мы переходим сюда, выбираем вот этот вариант, второй, widget and parameters, далее, нас интересует параметр rotation, кстати, scale здесь есть при необходимости, да, если надо, а rotation я ставлю 90 градусов, и все, оно меня развернуло так, как надо, ну, что ж, хорошо, возвращаюсь к паркету, и x amount, подбираю нужное значение, то есть, это ширина, точнее, это за длину, да, наших дощечек будут отвечать, а x amount, y amount за их ширину, то есть, соответственно, вот, допустим, поставим 20 здесь, да, и, допустим, 4 здесь, по x 4, по y 20, ну, вот получается такой вариант, что еще у нас есть интересный карант, какие параметры, мы видим, что паркетная доска имеет швы, вот здесь sims distance, да, то есть, расстояние между швами, можем указать, я оставляю по умолчанию, то есть, мне особый шов такой, прям сильно выраженный не нужен, и планкс, еще из функции планкс variation, что оно сделает, то она как бы, ну, вариации вот этих вот, плиточек, скажем так, меняет, и при необходимости, есть advanced параметры, где более точно надо настроить, можете их посмотреть, поковырять, ну, что ж, очень неплохой паркет получается, достаточно такой разнообразный, что еще можно сделать, выбрать различные варианты паркета, то есть, можем random включить, так, и вот, паркет тип, тип паркета, и так, English, потом вот такой вот, Hungarian point, Hungarian point, вот такой вот вариант, соответственно, здесь нужно, тоже, поиграться, выбрать, необходимое значение, такого вот сингл, ну, просто как бы такой нахлёст делает, да, то есть, ну, более такой стандартный вариант, наверное, вот, и вариант, как бы, плиточки такие, квадратные, ну, собственно, количество тут видно, вот в плитке, допустим, X amount, это у нас, размер будет этих плиток, в этом варианте, Y amount, это количество вот этих, палочек, на вот эту одну плиточку, ну, вот получается такой вариант, сохраните обязательно, то есть, файл, сохранить проект как, ну, и, собственно, экспорт, кстати, экспорт можно и отсюда сделать, то есть, выбираем экспорт, указаем имя, указываем, куда сохраняем, указываем формат, количество текстур, которые нам нужны, и какие текстуры, и нажимаем экспорт, перед этим, конечно же, обязательно просмотрите все, варианты карт, то есть, базовый цвет, карта нормали, все ли, отображается должным образом, так, карта high, винт оклюжен, вот, видим, такие вот швы, четкие, интенсивность швов, это в advanced параметрах, sim high range, rotation, может быть, где-то есть параметры, ambient occlusion, тоже можно покрутить, посмотреть, и я хочу взять какой-то, более сложный вариант, наверное, вот такую вот текстуру, задействовать, попробовать сделать что-то из нее, хорошее, на самом деле, такой непростой вариант, и так, вот эту текстуру, перетаскиваю, тоже выбираю, искусственный интеллект, вариант, она увидела, что здесь пропорции, не квадратные, и предлагают, вот такой вот вариант, но я хочу сделать, допустим, квадратный вариант, поэтому я, замочек снимаю, вот так вот, выбираю, такую функцию, 2048, 2048, спрашивают, делать ли upscale, crop, ну, пока не надо, просто нажимаю, import, так, получается, вот такой вот рельеф, я выбрал вариант, stone, камень, также можно посмотреть, вот, на такой вот стене, скругленная, сделать более глянцевый вариант, подредактировать, вот, как-то вот так, ну, конечно, видны швы, швы можно исправить, можно transform, crop задействовать, и есть вариант, слой tile, добавим, есть make it tile, и это, как бы, более автоматический вариант, для каких-то простых, вариантов, а есть, вручную, вручную, вот здесь есть crop, мы можем, обрезать, здесь, как бы, половинка, вот так, на половинку, у нас должна зайти, кирпича, вот, он автоматически здесь работает с edge, и здесь можно blur задействовать, threshold, сделаем blur, более плавный переход, вот здесь вот хорошо видно, то есть, было вот так, да, стал более, мягкий переход, бросается в глаза, вот этот темный участок, у нас есть функция, специальная, да, equalize, я уже про нее говорил, где же она, вечно она прячется, equalize, ты от меня не спрячешься, а, через cue точно, equalize, вот он, equalize, так, значит, equalize нам выравнивает цвета, advanced parameters, так, вот он, equalize, через радиус, ну, как бы сводит все, к одному цвету, то есть, было вот так, а мы вот сделаем как-то вот так, вот, и более однородно у нас получилось, хочу добавить пару моментов, обратите внимание на инструмент equalize, его желательно добавлять перед, самим материалом, вот он equalize, то есть, перед image-то материалом, почему, потому что equalize, если вы добавите сверху, особенно если это там паркет, у вас швы, вот они могут, где-то быть более светлыми, а где-то быть более темными, поэтому, вот этот equalize, который нам нормализует свет, желательно перед image-то материал, располагать, вот, тогда он никак не будет влиять, ни на ambient occlusion, ни на швы, вот, то есть, я коллась, я поставил перед, да, и соответственно, видим, что параметры, вот эти ambient occlusion, да, которые мы можем здесь регулировать, они как бы такие вот, более равномерные получаются, но что-то хочется изменить, в частности, вот этот темный участок, где же он тут у нас имеется, вот он, сейчас я с ним справлюсь, я добавляю штамп, вот он штамп, так, scroll мышки, зажимают, так, и вот этот участок, сейчас мы, значит, alt, зажимаю, беру, нет, control, зажимаю, пристреливаю сюда, и вот здесь, вот таким вот образом, я исправляю, да, escape, так, и вот, сюда, нет, пристрелюсь сюда, здесь, замажу, вот так, надо меньше сделать, размер кисточки, как-то вот так, ну, не знаю, ну, в принципе, нормально, то есть уже более однородно, оно смотрится, и похоже на кладку кирпичную, вот так, можем усилить, этот эффект displacement, посмотреть, что выглядит, все очень-очень неплохо, нашел косяк, вот здесь два шва, на смотре за плохо, поэтому, опять-таки, штампом, я вот пристрелялся здесь, и вот так вот, я это все исправляю, исправляю, и здесь, ой, здесь нет, вот отсюда, пристреляюсь, и, вот, так вот, добавлю, ну, что ж, вроде исправилась, на самом деле, такая задача не для слабонервных, с этими потерными всеми работать, в общем, вот как-то можно таким вот образом пофиксить, есть еще функции дополнительные, если нужно, состыковать швы, допустим, там есть функция трансформа, варп, варп трансформ, для того, чтобы убирать эти искажения, состыковывать, скажем так, вот здесь, это появилась сеточка 3 на 3, но может быть больше 5 на 5, допустим, есть еще, кстати, так, 5 на 5, 25, вот, это если нам надо, там, допустим, убрать какое-то искажение, где-то, как-то, и подогнать, то есть, вот эту функцию можно использовать, также есть такой же трансформ, так он называется, paint, по-моему, paint, warp, здесь можно, именно указывать, состыковывать, допустим, вертикаль, горизонталь, можно указать, вот так, shift, и подогнать, это если там нужно как-то швы, определенным образом, да, подогнать, допустим, они вот так расположены, нам надо их состыковать, здесь просто ровно, поэтому здесь ненаглядно, немножко, и таких полос, много может быть, по вертикали, по горизонтали, так, на этом все с этим материалом, думаю, понятно, в принципе, получилось очень неплохо, к примеру, можно добавить еще мох, называется он мох, да, вот, такой вот мох, может добавить интенсивность этого мха, так сказать, вот, random, варианты occlusion, топ, когда вот он только сверху, да, лежит, тоже интересный вариант такой, и сверху, и снаружи, occlusion, только в этих швах, ну, вот так, тоже можно сделать, можно чем-то швы забить, допустим, это у нас, кирпич на земле, да, то есть, это не на стене, а на земле, мы можем добавить слой песок, сэнд, так вот, закидываем, так, заполнение, переходим вот сюда, а все за действием, и только вот, как бы в этих швах, допустим, да, сильно крупный, поэтому скейл нужно подредактировать, где у нас скейл, high-adjustment, advanced properties, так, где-то, что тут был, топ материал скейл, вот, 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 так вот, уже лучше, к песку, возвращаюсь, рендом, хочу более темно, его сделать, как-то вот так, вот, ну вот, немножко по цвету совпадает, потому, ну, как-то вот так можно сделать, как вы видите, материал очень обширный, интересный, мне очень нравится работать с материалами, каждый раз в уроке, я хочу что-то добавить, новое, что-то полезное, но, конечно, объять необъятное нельзя, еще буквально пару инструментов, интересных расскажу, ну, тут большой список всего, что есть, что может пригодиться, ну, допустим, такой инструмент, как high to normal, то есть, высоту, ну, приблизить к нормалям, называется high, есть normal to high, а есть high to normal, да, вот он, и я не просто так включил карту, нормально показываю, то есть, отключаем, выглядит вот так, а включаем high to normal, выглядит вот так, и то же самое можно сделать наоборот, нормали привести к высоте, да, normal to high, там есть параметры, можно редактировать их, также есть такие инструменты, которые влияют на цвет, допустим, colorize, да, то есть, мы можем привести это все-таки к единому какому-то цвету, более красный сделать вариант, вот эту, так, база, этот цвет покажу, интенсивность регулировать, да, вот этих вот эффектов, мы можем, допустим, поиграться с яркостью, контрастом, вот, допустим, яркость и контраст, да, соответственно, тоже, редактировать все эти параметры, вот очень наглядный пример с кропом, если изображение у нас на входе прямоугольное, на выходе, соответственно, оно получается квадратное, то, ну, текстура как бы, ну, сжимается, и нам просто нужно при помощи кропа, определить участок, соответственно, оно сформирует должным образом, сейчас вот такой вот гравия используется, используется именно, что материал, и поэтому оно медленно работает, вот, потому что здесь такой вот объемный рельеф, я оно как бы, когда пересчитывал, соответственно, долго думая, так, ну, вот оно почти уже, сделал, кстати, карта у меня не самая такая уж и слабая, 2070, вот, ну, вот там запись включена, может быть, из-за этого тоже немножко приторможен, ну, вот, собственно, вот так, то есть оно уже не растянулось, кроп сделали, и оно подогнало под нужды на размер, также мы видим, допустим, в image material, и параметр delight intensity, вот сейчас он на единицу включен, базовый цвет, вот, то есть скан у нас был вот такой, да, базовый получается вот такой, соответственно, оно вытягивает вот эти вот тени, все, и есть daylight intensity, мы можем редактировать этот параметр, собственно говоря, если мы, допустим, его оставим, как если бы использовали bitmap to material, стандартная, у нас есть функция специальная, она так и называется, daylight, по-моему, daylight e-e-provid, вот, и тут тоже определяется, как бы, тип поверхности, мы указываем, stone ground, или что это вообще, так, было ground, давайте, допустим, напишем stone, выберем stone, каких-то параметров, я здесь не вижу, это как бы работает в автоматическом режиме, ну вот, выглядит это вот таким вот образом, ну, там, допустим, тоже какие-то параметры в самом материале, можно редактировать, для того, чтобы добиваться реалистичности, еще один пример с листиком, допустим, у нас есть вот такой вот лист, нужно сделать все карты, ambient occlusion, glossness, roughness, normal и так далее, но проблема в том, что у нас пропорции, да, соответственно, 4k на 2k, в данном случае, да, и ширина вот этого по 2k, она нестандартная, что делать в этом случае, ничего, просто так и закидываем, то есть мы создаем новый файл, там указываем размер, в данном случае мы выбираем квадрат, перетаскиваем наш листик, кидаем сюда, на этот раз можно не использовать искусственный интеллект, выбираем стандартный битмап, то материал, ну там размер, который нужно выставлять себе, так, нажимаем импорт, битмап, то материал быстро очень работает, так, здесь просто тайл, я поставлю единичку, чтобы не видеть повторение, вот, на, на, баз, имейте, что материал, базовый материал, там определяем, нужные параметры, surface, нормали, там усиливаем, как-то, потому что лист такой рельефный, да, ну не прям так сильно, ну как-то даже, какой-то рельеф должен присутствовать, там, допустим, параметры high, можно там, так, смотреть, инвертировать, при необходимости, да, нам надо вот, в таком вот варианте оставить, параметры, roughness, более такой вот, глянцевый вариант, какой-то можно делать, и так далее, далее мы сохраняем, соответственно, проект, переходим к экспорту, делаем экспорт, выберем там, png или jpeg, и экспортим в, в таком, таких пропорциях, да, которые выдает нам программа, далее мы открываем фотошоп, в фотошопе, вот такое вот, квадратное изображение, нам нужно вот такое, соответственно, мы смотрим, размер изображения, вот, ширина у нас, вот такая, просто копируем отсюда значение, так, image, размер изображения, вот это снимаем, вставляем, значение, и файл, сохранить, на этом все, по сэмплеру, если какие-то вопросы стали, задавайте, спрашивайте, напоминаю, есть еще и help, то есть, можно зайти на сайт, официальный, и почитать здесь все, многое, что расписано, обязательно создайте, несколько материалов, допустим, дерево, камень, кирпич, еще что-то, ткань, мы будем создавать материалы, дальше, в 3D Max, в короне, рендерить, потом в блендере, тоже показывать, сборку я буду, ну вот, какую-то паркетную доску, можно сделать, какие-то варианты, я сделал, и эта модель, вот уже, на 3DD, далее, мы рассмотрим, еще один инструмент, сабстенса, но достаточно поверхностно, это, сабстенс пейнтер, но, бывают такие примеры, когда, вот, допустим, у нас имеется развертка, да, то есть, вот эти, вся посуда, которая в этом сете, она развернута, имеет развертку, и мы рассмотрим, как на этом примере, допустим, сделать материал, сабстенс пейнтере, и избавиться от швов, на этом урок закончен, увидимся в следующем уроке,